доброе утро дорогие друзья мы продолжаем изучать тору сейчас глава которая называется бамид бар в пустыне и мишли притчи царя соломона сегодня 16 мая 16 глава начать запись и все поехали берем книги у кого есть хумаш молодцы намного лучше изучать тору когда ты видишь видишь буквы особенно если ты видишь на иврите особенно если ты их видишь на иврите и понимаешь это вообще идеальный вариант к которому надо стремиться потому что букв очень мало букв очень мало на иврите 22 буквы вы сможете за месяц любой человек без исключения погуглите посмотрите выберите 22 буквы напишите их на стене напишите их везде где можно написать и какое будет жизнедостижение читать тору в оригинале представьте вы можете читать тору в оригинале всего лишь 22 буквы для этого надо выучить и все значит вот я бы на вашем месте поставила это себе как цель значит в книге бамид бар начинается а сегодня у нас урок лилу нишама бася бат лея бася бат михаэль это моя бабушка мама моей мамы она в 2002 году ушла по моему и значит сегодня у нас 25 и яра вот как раз я сегодня йоркс это годовщина смерти и чтобы был этот урок для поднятия ее души значит в сегодня как раз мы продолжаем перечислять главы перечислять колено сколько было в каждом колени и как они располагались да они располагались станом то есть такой особой нам информации здесь нет просто мы как бы давайте прочтем уже раз есть недельная глава значит значит свыжный почитал что нам это важно знать а раз свыжный почитал что нам это важно знать так мы не можем сказать что нам это не важно да значит сегодня мы читаем 26 отрывок для сынов иуды иуда это был четвертый сын якова от жены ли значит мы знаем было 12 колен иуда родился четвертый имя иуда в переводе обозначает леодот это прославлять тот же корень аду например аду это индия да или есть аду это индейка значит айк почему идет индейку на день благодарения потому что то же самое слово значит благодарить да значит и вот иуда это был сын который когда он родился лея сказала вы теперь я вас благодарю всевышнего и назвал его иуда значит и от него пошло вообще общее название евреев иудим которые благодарящие которые благодарить благодарить и прославлять это один и тот же корень леодот да леодот благодарить и леодот прославлять значит сколько их было их было очень много не спаршем от мебельный стримшана вы мало их было от 20 лет и выше кто мог идти в армию было их семьдесят четыре тысячи шестьсот мужчин готовых идти в армию то есть это было самое многочисленное колено насколько я помню то есть его было больше семьдесят четыре тысячи но представьте это огромная цифра даже сегодня а войска в семьдесят четыре тысячи это очень большая сила значит дальше были бне и сахар их было бне и сахар было значит сколько их было арба в хобби шим эльф ибо пятьдесят четыре тысячи 415 4400 мы видим от разница в 20 тысячах почти узлу на сколько было сколько было колено злу на значит их было прям это злу нашего в хобби шим эльф в арба Значит, 57400 было мужчин, да Теперь, сколько было у Юсефа? Для сыновей Юсефа, Левне и Фраем Значит, тут интересно У самого Юсефа не было своего колена, да Потому что Яков, он поднял его сыновей Он сказал, твои сыновья будут такие же, как мои сыновья То есть, он вызвал своих внуков от Юсефа И сказал, что я вас поднимаю на уровень своих сыновей И мы с тех пор, это интересно, что каждый шаббат В еврейских семьях благословляет Папа своих сыновей Таким благословением Ясимха, Элуим, сделай тебя всесильный к Эфраям и к Минаше Сделай тебя всесильный, как Эфраям и как Минаше Это сыновья Юсефа Значит, и дальше говорит благословение Койнов Иварехеха, Ашемвейшмереха, благословит тебя Бог и сохранит тебя Ей родной, Панавелеха, Вейхунеха Осветит Бог тебе лицо светом, да Вейхунеха и воспитает тебя Иса, Ашем, Панавелеха Что повернет, поднимет Бог лицо к тебе Вейасемлиха шалом И даст тебе мир Да, это вот такое самое большое благословение Койны так в храме благословляли народ И дальше, своими словами Может папа пожелать своему сыну благословение Которое он хочет дополнительно ему дать Кому, ну, всем нужны хорошие качества человеческие Кто-то желает детям богатства Кто-то разума, кто-то силы Кто-то желает обязательно хорошую семью Очень важно, чтобы была хорошая жена В общем, вот этим благословением благословляют Но интересно, что Обратите внимание В конце благословения Вейасемлиха шалом Даст тебе мир То есть мир это как бы Основа благословения Его фундамент И почему именно Ефраем и Минаше Потому что они не ссорились Это первая причина Они никогда не ссорились Два брата, что редкость Хотя благословил Яков Младшего брата Поднял его над старшим Но Минаше вообще не обиделся Как есть, так есть Потом второе Они были Вторая причина Почему именно сыновей благословляют Не как Авраамец, как и Яков А именно как Ефраем и как Минаше Потому что они Это единственное было поколение Когда не было еридата дарод Когда они были Обычно снижается духовный уровень В каждом поколении Но они были Такого же уровня, как и их отец То есть это было удивительно И третья причина благословения Что, почему мы благословляем детей Чтобы они были, как и Фраем и как Минаше Потому что Потому что Они, находясь в Египте То есть они Йосеф уже в 16 лет продали в Египет И он увидел в следующий раз Своего отца Только когда ему было уже Значит Ему сколько же лет Ему было 22 Это ему было 30 лет уже И после 30 лет Еще прошло По-моему 7 лет сытости 37 То есть ему уже было около 40 лет Да, то есть он не видел отца 22 года 22 года он не видел отца Даже больше, чем 22 Он не видел отца Но Когда отец пришел То он увидел Что сыновья Юсефа Полностью воспитаны Так, как он воспитывал Юсефа То есть они Находясь совершенно В царском дворце В ужасном окружении Они остались Абсолютно святыми людьми На которых никто Не смог повлиять вообще То есть они остались Полностью верными Заветам Авраама, Ицхака и Якова И это было удивительно Как такая стойкость Поэтому мы благословляем детей Чтобы они были Такими же стойкими Как Ефраем и как Минаше Такими же дружными Как Ефраем и как Минаше И такими же Значит Талантливыми И реализованными Как Ефраем и как Минаше И вот значит Сколько же их было Оказывается их было Значит Колено Ефраема Сколько их было Значит Их было Их было 40500 Запишите цифру 40500 А сыновей Минаше Было Значит, сыновей Минаше Было Ислим Куда имя Минаше Шнайм и шлешим элев 32200 То есть 32 и 50 И 40 72500 Все равно вместе их было меньше, чем колено Иуды То есть мы видим, вот было как бы В народе Израиля, как было как два царя Йосеф и Иуда Йосеф, поэтому его братья И не любили очень сильно, потому что Он был сын Рахели Это та жена, которую Больше всего любил Якова Он хотел только на ней жениться И от Йосефа, в принципе, должен был пойти В рейский народ Но братья именно этого боялись И была между ними вражда Поэтому вы знаете эту историю Они его хотели убить, потом продали Они думали, что он хочет захватить у них власть И так, ну, там была целая у них была Мы учили это книги Берешит И интересно, что Йосеф, он был как царь Потом он был царем в Египте Его символ это бык Царь домашних животных Бык это царь домашних животных И он как властвует над материальным миром Вот этот вот бык, который стоит на Уолл-стрит То есть бык это был символ материального мира Интересно, что на флагах и у Ефраима, и у Минаша Были тоже два разных вида быков Не помню, как они назывались Но тоже бытии такие, но поменьше, чем такой большой бык Теперь Иуда, его символом был лев И царь Машеах пойдет от колена Иуда От царя Давида А лев это царь хищных животных То есть это такой, как царь воин И получается, что потом, когда разделились Израиль разделился на два царства Во времена сына царя Соломона Израиль разделился на два царства Одно называлось Израиль, второе Иуда В царстве Иуда были царями потомки царя Давида И это было царство со столицы в Иерусалиме Это было такое святое Ну, они в основном были очень такие духовные А Исраиль, это 10 колен Его возглавлял именно царь из колена Ифраима Первый царь был из колена Ифраима, это был Яровам И они были очень богаты, они были такие Но они исчезли, эти 10 колен Потому что материальный мир без духовности Он не может устоять Какой бы он ни был сильный, богатый Наоборот, даже чем больше в этом мире идет благоденствие Тем меньше человек проявляет силы своей души Тем он больше погрязает в материальности И в конце концов исчезает И вот, значит, вместе было Ифраима колена 40 тысяч 500 Сынов Минаши было их 32 тысячи 200 И сынов Бенемина было, значит Сынов Бенемина сколько было? 35 тысяч 400 То есть мы видим, что каждое колено было разное По количеству мужчин, которые были готовы идти в армию А сынов Дана было, знаете, сколько? 62 тысячи 700 Но тут что интересно Что у Дана был всего один сын А у Бенемина было 10 сыновей То есть если мы возьмем несколько поколений до этого Когда был Яаков и были его сыновья То мы видим, у Дана было всего лишь один сын А у Бенемина 10 Но в итоге через несколько поколений Колено Дана было в два раза больше, чем колено Бенемина То есть от одного человека может потом произойти 72 тысячи мужчин Через несколько поколений Представляете, вот возьмем там, например Например, кто у нас здесь из мужчины? Кто учится? Александр, например, да? Вот Александр женился И у него родилось 10 детей Дай Бог, мальчиков И эти 10 мальчиков женились У них родилось по 10 мальчиков, у каждого Значит, у него уже 100 внуков Теперь у 100 его внуков Александра родилось по 10 детей У них, значит, тысяча уже в третьем поколении правнуков У тысячи правнуков родилось по 10 детей 10 тысяч праправнуков И, значит, у них у всех родилось по 10 детей У праправнуков всего 5 поколений Через 120 лет Значит, 10 тысяч человек произошло от Александра От одного 10 тысяч, представляете? Вот так вот можно жить Хорошо, завтра мы продолжим Дальше нам опишется, сколько было во всех коленах было мужчин Левитов не были сосчитаны Следующая глава будет отдельно посвящена колену леви Колену священников Сколько их было, там тоже будет очень четко все подсчитано Как сказал, написано Бог, сказал муж и так Колено леви не исчисляйте И его численность не определяет среди сынов Израиля Это отдельно Священники идут отдельно И они будут нести мешкан Передвижной храм Они будут служить в храме То есть они обслуживают Это святое колено, которое обслуживает святость Все, значит И сделали сыны Израиля все, как приказал Бог Ваясуб на Исраиль Коколешер Тсива Ашем Эт Моше Кен Асу Значит, когда они уже были в пустыне Когда они были в пустыне То в пустыне очень легко было достаточно Выполнять все заповеди Всевышнего Почему? Потому что вокруг нет никакого влияния Падает ман Пустыня То есть все признать и святости И ты Конечно, в пустыне было совершенно другое служение Теперь, когда ты находишься в материальном мире Тебя все отвлекает То намного сложнее служить Всевышнему, чем в пустыне Понятно, да? Хорошо Теперь, значит Переходим к Мишле Что мы узнали сегодня, давайте, из Торы Что от одного человека От Александра Может через четыре поколения Может пройти десять тысяч человек Немало Это очень-очень важно Поэтому спасающую жизнь Говорит нам Тора Спасает целый мир Потому что ты ни одного человека спасаешь Ты спасаешь всех его потомков До следующего поколения Глава шестнадцатая Для человека Пути его сердца А от Бога Манелла Шон То, что он ответит Слова Значит, мы здесь видим еще один очень важный принцип Вот человек Он по-настоящему управляет Только своим внутренним миром Внешний мир Особенно если этот Внешний мир Включает уже Других людей он не под контролем человека вообще. Человеку кажется, что он контролирует, но по факту любой человек, который находится снаружи, уже вносит свою какую-то вклад в возникающую реальность. То есть ты думаешь, я сейчас вот ему скажу, а он сделает. Но уже в тот момент, когда ты только думаешь, я ему скажу, ты можешь думать все, что угодно. Скажу так, скажу так, а может я ему скажу так, а он мне ответит так, а я по-другому. Это написано для Дама Марха и Лев, для человека тропиньте его сердце. Ты в голове можешь все, что ты хочешь придумывать, значит, все, что ты хочешь говорить, все, о чем ты хочешь мечтать, ты можешь. Никто тебе не помешает в голове, вот сейчас, пока ты сидишь на уроке, и марафон пробежать, и вспомнить Новый год, вспомнить свою учительницу в школе, подумать о том, что ты будешь делать через 10 лет. Сказал царь Саамон, для человека тропиньте его сердце, его мышление. Умеа шемма аневашон, но от Бога ответ его языка. Что это значит? Когда ты уже начинаешь говорить, ты уже тут можешь поперкнуться, уже ты тут не совсем ты управляешь, у тебя есть еще целое заикнуться, поперкнуться, не так сказать. А как тебя поймут, это ты вообще не знаешь. Ты можешь вообще просто даже не представлять, насколько по-другому будут тебя понимать. Мне мой товарищ один как раз послал сегодня фотографию нашего общего знакомого. Этот общий знакомый, он раньше был очень плотный, такой, ну прям толстый был очень. А сейчас он сильно похудел. И он мне до этого рассказывал, что он сильно похудел и развелся. И тут он мне посылает фотографию, что этот вот, который похудел и развелся с женой, он стоит и обнимается с каким-то мужиком. Значит, и он мне пишет, как вот, типа, что-то он какую-то еще подпись, я не помню, какую он написал. Значит, я думаю, я ему шлю, что он что, ДМ стал? Он мне пишет, нет, я тебе просто послал, что он похудел вообще. Я не это имел в виду, что он ДМ стал. А я понял, что он мне шлет. Смотри, вот он развелся, похудел и ДМ стал. Стоит с мужиком и обнимается. То есть, когда ты говоришь что-то, ты вообще не знаешь, как тебя поймут. Поэтому царь Самон сказал, что от Бога Манелла Шон. То есть, вот эта вот реальность многовекторная, которая вокруг тебя, ты вообще там, ну, даже понятия не имеешь, куда она может повернуть эту реальность. А раз ни я, ни он, ни он, ни он, ей не управляют, но она работает по законам, а кто установил законы? Всевышний. Значит, вся реальность от Всевышнего. Дальше. Второй отрывок. Коль дар кей иш, зах бей нав. Значит, в каждой, в каждой пути человека, они, зах, это слово, чистый, прозрачный, в его глазах. Ветухен рухот ашем. И, значит, тохен, это как внутри духа человека находится Бог. значит, человек, он говорит, значит, что человек может говорить? Сейчас, давайте подумаем, пример какой-то, да? Вот человек один помог, вот так вот, да? Значит, человек такой, приятный, вообще человек, и он в, где-то на улице, он говорит какой-то женщине, женщина говорит, давайте я вам помогу, там, сумку поднести, или давайте я вас подвезу, он ей говорит, давайте я вас подвезу. Она думает, какой хороший человек, да? Какой хороший человек, он, значит, и это тоже думает, да, я подвезу. Потом он ей говорит, женщина говорит, а давайте зайдем ко мне кофе попьем. Она говорит, да, что смотри, кофе угощаю. И он думает, вот сейчас кофе с ней попью, все. Потом выпил он вместе с кофе стакан водки, запил кофе. И он, значит, набросился на нее, изнасиловал, убил, съел, все. И он потом на суде говорит, да я не хотел ничего плохого сделать. Я вообще ничего, я просто хотел реально кофе с ней попить. Ну, так получилось. То есть, царь Соломон нам говорит, нет, говорит. Когда, может быть, он сам и думал, то это было чисто в его глазах. Может, действительно, он как бы сам даже от себя скрывал свое намерение. Но Бог, он знает его намерение изначальное, внутри которое было. Ты можешь обмануть кого-то, но Всевышнего ты не можешь обмануть. Потому что он тебя просвечивает, как рентген насквозь. То есть, у каждого человека есть его намерение. И даже иногда в хороших делах намерения могут быть эгоистичные. И иногда бывает, что когда человек делает что-то, казалось бы, неправильное, да, с точки зрения других людей. Но его намерения на самом деле хорошие, добрые, помочь, там, сделать, улучшить. То есть, мы не знаем, мы не знаем, когда мы смотрим на внешнюю картинку, мы не знаем намерение человека. Понятно, да, идея? И наоборот, первый отрывок. Когда мы что-то намереваемся сделать, мы не знаем, что получится снаружи. То есть, человек отвечает только за свой внутренний мир. И третий отрывок нам говорит царь Соломон, конкретный совет жизненный. Голь эляшем маасейха, значит, положи на Бога все свои дела, вээканум макшиватейха, и, значит, утвердятся твои мысли. Что имеется в виду? Обычный человек, он все время в размышлениях. Что же делать? Как же быть? Вот я сейчас делаю так, а будет так, а если будет так, а вдруг не так? А вдруг он сейчас еще и сказал, что ты не знаешь, как он тебя поймет. Как же он меня поймет? Царь Соломон говорит, слушай, ты не знаешь и не узнаешь. Но мы уже знаем, что от Бога, от Бога, и Манеллашон, и ответ человека, от Бога Мицедей Гевер, от Бога все шади человека. Мы знаем, что от Бога работ макшиват были вышвы, отца Ташем и такум. Что много замысла в сердце человека, а замысел Бога он исполнится. Так уже смирись с этим и пойми. Если твое намерение чистое, если ты полагаешься на Всевышнего, если ты в своем намерении, в своем размышлении для себя установил как закон, быть на всех своих путях познавай Бога, а Он выпрямит твои дорожки. Положись на Бога всем своим сердцем, а на свою сообразительность не полагайся. Полагающийся на Бога милосердие будет его окружать и так далее. То есть, если ты знаешь, что ты, в принципе, хочешь идти по заветам Всевышнего, по пути добра. Если ты знаешь, что твои намерения чисты, и ты хочешь реально выстроить правильную, честную, красивую, добрую жизнь, в которой ты хочешь приносить пользу людям и не делать никому зла. То уже делай и положись на Всевышнего, Он разрулит. Вот это то, что Он говорит. Уже положись на Всевышнего свои дела. Все равно от Него реальность. Ты не знаешь, как будет. Так, Голи Лаше Маасейха. Положи на Него свои дела. Вейканум Махшеватейха. И установятся правильно твои мысли. То есть, в этот момент, когда ты понимаешь, что результат от Всевышнего, от тебя твое намерение и твои усилия, в этот момент наступает спокойствие, и у тебя наступает то, что называется Ишуфдаат. Ишуфдаат – это спокойствие в твоем сознании и восприятии мира, и ты тогда можешь спокойно действовать. Значит, дальше написано, что мерзость для Бога всякий, высокомерный, и он не очистится. То есть, тот, кто слишком уверен в себе, это мерзость для Всевышнего. То есть, даже обратно. То есть, чем больше ты, значит, полагаешься на себя и на свои силы, тем это ближе к проблеме. И вот, значит, очень, ну, я не буду всю главу читать. Там седьмой отрывок очень красивый. Седьмой отрывок такой. Когда Богу угодны пути человека, даже врагов его он сделает с ними мир. То есть, если у человека действительно намерения его чистые, и Богу нравятся твои намерения, то и враги от тебя отстанут. Дальше он пишет. То маат бетсдака лучше немного зарабатывать, но по справедливости и с милосердием, чем много зарабатывать, но не честно. И, значит, опять же он, девятый отрывок возвращается к этой же мысли. Сердце человека обдумывает пути, а Бог, он готовит его шади. То есть, то, что будет дальше, ты не знаешь. Аннушка уже разлила масло. Помните, у Булгакова было? То есть, мир, он настолько непредсказуемый, не под твоим контролем, но Бог уже там все подготовил. Ты, главное, в себе все подготовь. И дальше есть один отрывок, который мне очень-очень прямо нравится. Часто его вспоминаю, часто его повторяю. Значит, и это один из главных, с моей точки зрения, принципов, по которым работает мир. Восемнадцатый отрывок звучит так. И перед тем, как человек споткнется, перед падением, у него, он очень высокомерный гава-руах. Он прямо все. То есть, этот закон, царь Соломонов написал три тысячи лет назад, перед крушением Вознесения, перед спотыканием высокомерия. Значит, он работает так. Империя на пике своей силы перестает вообще видеть врагов в окружающем мире, сносят тут же эту империю. Царь начинает блатовать, я главный царь, тут же его кто-то убивает. Значит, человек, бизнес, который считает, что он крутой и уже все, он не должен вообще волноваться, он высокомерный к своим клиентам, тут же его обгоняют конкуренты и уничтожают. То есть, этот закон действует прямо как часы. Поэтому, запомните, восемнадцатый отрывок, глава шестнадцатая, Лифней Шевергаон. Перед крушением Вознесения, а перед падением Кишалоном Вознесения Духа. То есть, человек высокомерный становится. Лучше быть скромным, лучше быть таким незаметным и при этом постоянно учиться, расти, развиваться, уважать людей. И этим ты делаешь себе очень хорошую, такую понятную, безопасную жизнь. Все, всем удачи и успехов, чтобы Всевышний, в заслугу того, что мы изучаем Тору и запоминаем, и действуем по Торе, дал нам очень хорошую, добрую, веселую, прекрасную жизнь, благополучную, здоровую, с миром, с хорошими отношениями. И, чтобы Бася Батле, Бат Михаэль, это моя бабушка, чтобы сегодня ей было Лейлу Нишамаш, чтобы там на небе она радовалась, что внук ее, значит, учит Тору. Учит Тору, я помню бабушке, это очень было смешно, хотя она из религиозного дома была, но советское распитание, все, я когда начал соблюдать заповеди, она была очень смешная, похожа на Раневскую, такая очень юморная была бабушка у меня. И, значит, чтобы было ей там на небе хорошо, и а нам здесь всем, чтобы было хорошо, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, и напишите, пожалуйста, ваши выводы. Вот Максим молодец, он сразу пишет выводы, все у него, все структурировано. И, значит, напишите свои выводы, и сегодня повторите их несколько раз, попробуйте действовать, исходя из этих своих выводов. Ну и, конечно же, закажите книжку Мишлей, чтобы у вас была эта замечательная книга, чтобы вы ее могли изучать каждый день по одной главе. И, значит, все, чтобы мудрая Соломона помогла вам выстроить вашу жизнь. Всем удачи, успехов, до завтра. Соломонона Продолжение следует...